Добрый день, друзья. Сейчас будем пытать идеолога. Алло. Карина Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. У вас сегодня прямая линия. Да. Меня зовут Андрей Паук. Хочу задать вам пару вопросов. Очень приятно. Хочу своих детей учить в правильном идеологическом русле. Как себя должен вести идеологически правильный гражданин Беларуси? Есть ли определенный свод правил? Я хочу вам сказать, что в своей деятельности, в том числе и наш отдел биологической работы и культуры по делам молодежи, конечно, регламентируется своим положением, своими уставами, в том числе, также высшим законодательным актом, это Конституция Республики Беларусь. В своей деятельности, если вы хотите уточнить, как вы должны воспитывать своих детей, то, конечно же, в свою очередь хочу сказать, что все учреждения образования, которые находятся на территории нашего района, нашей области, нашей республики, сегодня также имеют свои, скажем, нормативные документы, согласно которых идет воспитательный процесс. Конечно, воспитание сегодня наших детей имеет очень важную роль, это несомненно, вот, поэтому есть различные акции, которые проводятся, в том числе и в учреждениях образования, в том числе в школах, также проводятся различные мероприятия в наших учреждениях культуры, вот именно в гражданско-патриотической направленности. В том числе различные акции, не только, скажем так, по уборке учреждений, там, мест захоронения, а также акции, которые, на самом деле, прививают любовь к своей малой родине, в том числе. А стоит ли идеологически правильному белорусу требовать честных и прозрачных выборов? Ну, как вам ответить на этот вопрос, требовать? Я считаю, что у нас сегодня все выборы прозрачные, все видно, никаких нарушений не выявлено. Если вы хотите сказать, что вы знаете о каких-то нарушениях, то расскажите нам, допустим, я знаю, что все прошло, выборы всегда, которые приходят в Белоруссии, признаются действительными, признают многие страны, вот, и я считаю, что это не требование, я считаю, что выборы всегда, всегда, я подчеркиваю это слово, у нас прозрачны. То есть, сомневаться не приходится даже? Я больше, чем уверена, что сомнений быть не может. Так они же не прозрачно проходят? Ну, я вам так хочу ответить, что фактов сегодня, то, что они не прозрачны у меня, и я думаю, что у многих жителей нашей страны нет. Если кто-то себе там что-то, может быть, придумал или, может быть, неправильно, скажем, свои мысли преподнес, то это же не говорит о том, что что-то не прозрачно. Знаете, для съемка запрещена. Так открытые же гласные. Это как понять? Протоколом участковой комиссии. А мы с Ольгой Викторовной протокол дома сделали, что можно. А кто вы такие, что Ольгой Викторовна? А что ваш протокол означает для нас? А имеет ли право идеологически правильный гражданин быть недовольным политикой Лукашенко? Ну, сегодня, как говорится, сколько людей, столько мнений, и вы вправе быть недовольны чем угодно. Вот. Я настолько знаю, что есть люди, которые довольны, есть люди, которые недовольны. Сегодня во всем мире такая практика складывается, что есть люди, которые довольны политикой того либо иного президента, неважно, в какой стране они живут. Вот. Есть люди, которые недовольны. Каждый имеет на это право. То есть, можно быть... Я, допустим, если вы хотите узнать мое мнение, я довольна вполне, меня все устраивает. Если вас что-то не устраивает, вас, к сожалению, здесь, в Беларуси нет, насколько я знаю. У нас же выборы фальсифицируют. Как вы можете быть довольны? Я не знаю, Андрей, я вас прошу. Вам напомнить? Нет. Выслушайте меня, пожалуйста. Я не знаю фактов фальсификации. А вы хотите знать? Я считаю, что если бы они были, про них уже давно бы сказали. А сейчас, спустя два месяца об этом говорить, ну, я считаю, что это даже неправильно. На сегодня не та ситуация, чтобы вот эти вот честные от вас внимания осмотреть. Поэтому мне есть вам очень жесткое предложение изменять протокол и менять кардинальную цифру между третьим и черным кандидатом. Значит, готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточное количество людей проголосовал. Они не будут объяснять причины, даже фантазировать. Кто-то поверил не в сердце, кто-то по-моему, кто-то еще там пошелком голосовал. Это их проблемы. Но у нас есть другие задачи, есть другие проблемы, которые нам нужно решать. Где нужно учиться, чтобы стать идеологом, вот как вы? Ну, в смысле, где учиться? Во-первых, нужно себя, во-первых, нужно работать на, скажем так, было на определенных должностях. Я думаю, вы знаете, где я работала, что и проводила многие мероприятия. Вот, чтобы стать идеологом, нужно, мне кажется, быть не только патриотом с своей стороны, а, конечно же, делать хорошие, добрые дела для своего района, для своей области, для своей страны. Вот, это, может быть, один из важных таких моментов, который сегодня приезжает человеку, который будет отвечать за то, что проводится, за ту идеологическую, скажем, направляющую, которая проводится в районе. Вот, я считаю, что у нас в районе очень много хороших людей, которые проводят эту политику, которые участвуют в мероприятиях, которые ведут за собой не только, скажем, молодежь, но и многих людей за собой для того, чтобы сохранить нашу страну. Я считаю, что людей очень много. К сожалению, вот в наших рядах я не вижу вас. А я хорошую политику проводил в районе. Ну, я, знаете, я же не тот человек, который могу сказать, то или не то. С моей точки зрения, конечно, с моей точки зрения много-много неправильного. Вот, и много вы говорили о наших людях, ну, не совсем с хорошей стороны. Я считаю, что жители Кцарского района заслужили, скажем, лучшего отношения к себе, даже с вашей стороны. Если вы хотели показать в своем, как-то ваш блог называется, ну, не знаю, или группа в соцсетях о наших людях, то лучше бы вы хорошее показали, что у нас хорошего делается, какие у нас люди живут. Вот, иногда мне становится до слез обидно, что вы в таком вот свете показываете наш район. Я показываю неправду? Ну, я бы хотела, чтобы было больше позитивного и хорошего, чем такого. Я считаю, что, повторюсь, возможно, что все-таки наши люди служат большего. Правда, у каждого своя правда. Давайте начнем с этого. Я думаю, что вы со своей точки зрения думаете, что правда. Я считаю, что то, что вы показываете, это не правда, а нужно показывать больше хорошего, больше позитивного о наших людях. Вы же прожили в нашем районе уже очень много времени, людей вы все знаете. Учились в нашей школе, которая расположена на территории района. Вы знаете всех учителей, с кем вы учились. Я думаю, вот нужно показывать про этих людей. Вот, а не все плохое. Так я показываю. У них есть проблемы. Конечно, было хорошо, когда вы там освещали наши мероприятия. Но потом то, что было хорошее, вы не комментируете. А вот то, что плохое, к сожалению, сразу комментарии. А вот это, а вот это. А вот почему бы вы не сказали, что вот молодцы работники, допустим, образования, культуры, общественного объединения, провели такое мероприятие. Мы вам благодарим. Вот ни разу не услышал от вас такого дела. Вот только один раз. Нет, ну я по делу хвалю. Если нет, то что хвалить. Но по делу, понимаете, по делу нужно как-то тонко все это говорить. Вот смотрите, было у нас дело, когда продавщицы райподстояли свои права, и с них сняли штрафы и обвинения. Вот это вот, есть за что похвалить этих девчат. Есть у нас, было дело, когда у нас, Люба, не помню, как ее, показала, какие дела творятся на ферме, как дохнуть телята. После этого приехал госконтроль и навел порядок. И вот это же от дорогого стоит. Вот почему таким ваши активисты не занимаются? Наши активисты занимаются много чем. Вы, может быть, не все новости смотрите и отслеживаете. Очень много мероприятий сегодня делается. И, конечно, очень обидно, когда вы в своей группе делаете, скажем так, может быть, я не совсем правильно называю эти вещи. Там репост на газету местную нашу, о том, что да, либо на сайт молодежи Октябрьского района, что там только раз в год вспоминают. Почему только раз в год вспоминают всех пожилых людей? Их не раз в год вспоминают. Я знаю больше, что они закреплены за каждым классом в школе, допустим, либо за определенными коллективами. Людям помогают. Но просто вот этот день раз в год особенный для них, вы понимаете? И нужно больше тепла им уделить. И, конечно же, сплощается не только молодое поколение, люди постарше идут навещать их для того, чтобы они именно в этот особенный день себя чувствовали необделенными. А что, другие не чувствуют себя обделенными? Нет. Они чувствуют себя всегда, я потому что знаю, люди, волонтерские отряды, не приезжают. Но вот почему-то у людей старшего поколения день 1 октября отложился в памяти, и обязательно к ним в этот день должны прийти. Должны прийти. Вот это слово, вот они ждут именно в этот день. И другие дни, но в этот день обязательно они ждут к себе ребят, которые к ним приходят. Поэтому вот мне становится обидно, что вы там как-то постите, не знаю, как это правильно слово. А потом пишутся какие-то заголовки. Ну, на самом деле, я вообще-то хвалил вот эту инициативу. Вы видите только плохое, я вам сейчас покажу. Нет, там есть в начале было. Ну, смотрите, лайк каждому я перепостил с вашей молодежи Октябрьского района. А в начале, да, я писал только раз в году, но так и есть. Особенный день. Слушайте. Ну, я читала первое. Ну, допустим, это же неправда. Для того, чтобы писать какие-то там заголовки, да, или комментарии, нужно же просмотреть весь материал, если вы не знаете, как это правильно, уточнить. Уточнить. Правильно ли вы думаете? Поэтому я, Андрей, с вами здесь, конечно, бы поспорила, что не всегда у вас правильные заголовки. Карина Анатольевна, почему БЧБ-флаг считается запрещенной символикой у нас в республике? Ну, по этому поводу, во-первых, почему запрещенная символика? Ну, из-за него сажают на сутки сейчас. Этот флаг вошел в историю. Это как часть нашей истории, я считаю. Мы не имеем права никакого, ни вы, ни я, эту историю переписать. Да, были моменты, когда государственным флагом был белый-червоно-белый флаг. Но был референдум, мы сегодня приняли свой новый флаг, красно-зеленый, который сегодня реет над многими учреждениями нашей страны. Мы приняли как должное, и я считаю, что мы должны уважать мнение народа. Уважать мнение народа, вы говорите. А почему сегодня за этот флаг сажают на сутки, арестовывают людей? Я про такие факты не слышала. Снимают пожарники с флаги, с домов, ленточки кромсают красно-белые. Если у тебя ленточка белая на руке, я знать, тебя избивают ОМОН. Андрей, я про такие слова. Мне Молчанов лично делал замечание на День Воли в прошлом году, по-моему, когда я вышел по шкафе, походил с БЧБ. Он мне лично предупреждение делал о незаконном, несанкционированном мероприятии. А вы не знаете таких фактов. Я это все опубликовывал. Андрей, я, к сожалению, говорю вам честно и открыто. Такие факты, которые вы сейчас мне говорите, я про такие факты ничего не слышала. А вы хотите знать про них? Почему вы не знаете, когда откровенный беспредел и несправедливость происходят у нас в нашем хрустальном сосуте? Вы хотите решать проблемы, действительно? Вы хотите активную гражданско-активную молодежь иметь, политически образованную? Андрей, я считаю, что вы сейчас приходите уже на эмоции. Так вы посмотрите, что в стране делается. Ну, я же, понимаете, я уже чувствую даже по разговору, что вы начинали спокойно. Мне даже было приятно ваш даже голос услышать, потому что давно не слышала. Вот, а сейчас вы просто приходите на эмоции. Я считаю, что сейчас приходить на такой уровень общения, это, ну, не совсем корректно. Я же с вами спокойно разговариваю и вас прошу тоже уважать. И меня, как чел, который с вами общается по телефону, ну, даже как минимум как женщину, вы сейчас пытаетесь так же поднять, ну, на меня, может быть, даже голос. Я же спокойно с вами общаюсь. Карина Анатольевна, у нас конституция не под женщину, у нас женщина принижена в правах, а вы требуете всякого. Я говорю вам о том, что вы общаетесь с человеком, вот, и прошу просто общаться с мной спокойно. Ну, слушайте, я копирую поведение вашего президента, он любит разносить всех там на селекторных совещаниях. Я беру пример. Это же хороший пример. Мы в совещании сидим, Андрей, вы же сегодня, мы с вами на одной, скажем так, на одной линии стоим. Вы гражданин республики Беларусь, и я гражданин республики Беларусь. И я считаю, что мы сегодня должны с вами разговаривать на рамках. Вы пыхаетесь сегодня в разговоре за последнюю минуту на меня, скажем так, повышать голос. Я просто вас прошу. Карина Анатольевна, извините, у меня деньги заканчиваются, поэтому спасибо вам за разговор. Рада была вас услышать. Хорошего вам дня. Спасибо вам хорошего. Да, в вашей семье всех благ. И, пожалуйста, замечайте, замечайте, все плохое, а мы только хорошее. Я учту. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания.